Роман Закончив институт, устроился на работу, зарабатывал, ну, можно сказать, по тем временам нормальные деньги и как бы начал мухать герой. Впоследствии начал уже инъекционно мухать герой. Много раз бросал, много раз пытался сам себя перебороть и, как говорят наркоманы, на сухую ломался. Но впоследствии всегда возвращался опять к наркотикам. Эта больница стала как бы таким шансом для меня, чтобы полностью излечиться и уже быть свободным от наркотика. Потому что потерял очень многое. Потерял и, можно сказать, и потерял, и не завел. Не завел ни семьи, ни детей у меня нет. А потерял многое. Потерял друзей, потерял хорошие отношения от родителей. И, ну, как бы ничего хорошего наркотики мне не принесли в жизнь. С какими мыслями и чувствами ты ехал на лечение в наш центр? Ну, честно сказать, я ехал с чувством, что последнего шанса. Для меня этот центр был как бы последним шансом. Я не говорю, что другие там центры плохие. Я думаю, так, что если человек уже как бы хочет бросить это, если появилось, то это уже как бы 50% его выздоровления. Ну, как бы этот центр был для меня таким, можно сказать, ну, сама методика меня очень поразила. И я именно надеялся на нее, что именно вот помогут мне этой методикой. Как бы не просто меня здесь перекумарят, почистят, как бы и отправят домой. А именно помогут мне эмоционально справиться с этой проблемой. И в дальнейшем жить как бы. И это произошло, да. И это произошло, да. Я скажу так, что первые две недели как бы было тяжело очень. То бишь, мысли у меня появлялись в наркотиках. Маленький мандраж всегда появлялся, там, такой душевный, нервный вес. Но, к концу третьей недели я почувствовал, что мне эмоционально просто стало легче. То бишь, я перестал задумываться, я перестал, даже если я там видел кого-то, и шли разговоры о наркотиках, то они уже не так сильно, как бы, действовали на меня. Не надо сказать, что у меня полностью стоили, там, воспоминания о наркотиках, там, ну, я думаю, это вообще нереально. Но эмоционально я стал просто сильнее. Просто пересмотрев всю свою жизнь, там, и посмотреть, что они там принесли мне эти наркотики, как бы, ничего хорошего. Поэтому, приехал я сюда с последней надеждой. Для меня это был последний шанс, чтобы выполнил. Решение отдавалось, очень мне тяжело, я, как бы, приходил к нему сам, меня никто не сподвигал, никто не просил. Как бы, я сам захотел. Я, ну, единственное, жалею, что не приехал сюда раньше. А хотя я знал об этой клинике еще, там, лет, наверное, лет пять тому назад. Это единственное, о чем я могу пожалеть. Понятно. Что тебе запомнилось, может быть, за... Ну, я скажу, что ярко мне запомнились, конечно, это сеансы, которые, вот, которые именно эмоционально тебя будут переламывать. Ну, вообще, запомнилось все. Очень хороший коллектив, очень хорошие врачи, ребята, какие мы не были, но все равно, как бы, мы здесь все на равных. И поэтому здесь такая, как бы, можно сказать, семья, маленькая семья. Ты приезжаешь и получаешь нормальное семейное отношение к себе. Ну, все хорошо. Запомнилось, можно сказать, что все запомнилось. И процедуры все запомнились, и разговоры запомнились, и уезжать даже как-то так, уезжаешь с сожалением, с тревогой, потому что я так понимаю, что где бы ты ни был, всегда человек уже привыкает к обществу, и тяжело ему оттуда как бы... Тяжело расставаться, да? Расставаться, да, просто тяжело расставаться. Не из-за того, что, ну, просто тяжело, как бы, привык к людям, знаешь, все к тебе хорошо относятся, поэтому расставаться. Ясно. Может быть, ты хотел бы что-то добавить в процесс лечения? В процесс лечения, честно сказать, если будете выполнять все, что прописано, и все процедуры, ну, в смысле, нема смысла добавлять, у вас и так времени не будет. Потому что если вы не будете там даже чем-то, ну, я имею в виду, что надо делать все, все в комплексе, тогда у вас просто не будет времени, чтобы чем-то это развеять. Ну, так, в принципе, ничего бы я не добавлял. Я думаю, что достаточно здесь, как бы, всего. Понятно. Рома, ты у нас один раз поучаствовал в тестировании онлайн-сеансов, да? Да. Тоже немножко коснись этого, как ты считаешь, насколько это, какие там, может, твои предложения, насколько это эффективно, твои предложения? Для людей, которые здесь уже пролечились, я думаю, что это будет очень эффективно, именно подкрепление. Может, через какое-то время, когда эмоционально будет тяжело, я думаю, что человек, который пройдет один-два-три сеанса, там, ну, этих онлайн или сколько их надо, то он себя подкрепит именно эмоциональной силой. Ну, и даже те, кто не был здесь и попытаются, если они искренне отнесутся к этому и будут работать над собой, будут прислушиваться и выполнять все инструкции, то, в принципе, что здесь, что там, это самое основное, эти сеансы, и поэтому, я думаю, что эмоционально они будут переломывать. А про технические возможности я не буду говорить, я думаю, вы их исправите и наработаете. Поэтому. Хорошо. Ну, и с какими чувствами ты уезжаешь? Ты сегодня уезжаешь? Я уезжаю сегодня, да. Ну, чувства у меня такие разные. Есть и чувство радости, как бы, что уже освободился. Есть, ну, я же говорил, чувство тревоги, чувство вот расставания. Потому что, как бы, ну, чувство тревоги, потому что входишь, как бы, в новую трезвую жизнь. Поэтому, ну, как бы оно ни было, у всех, любого, кто пройдет и уже отрезвится, и станет трезвым, у всех будет это чувство, как бы, боязни этого будущего. Как оно будет, что оно будет происходить. Ну, пожелать я хочу, чтобы все с хорошим, с позитивным настроем просто относились и делали шаги вперед. И я тогда думаю, что все будет хорошо. Хорошо, спасибо. Вам спасибо большое.